Михаил, благодарю. Я знаю, что у нас запланированная будет трансляция относительно тематики финансов и тематики материального благополучия, социализации. Я уверен, что слушателям также будет интересно послушать следующее интервью с вами. И таких, опять же, конечно, кратких вопросов, но на которые, может быть, не всегда кратко можно ответить, но я их задам, а мы посмотрим, как это будет. А в чем ваше служение сейчас, служение, чем обычно вы полезны людям вообще в повседневной жизни и за что вас люди благодарят, если вот таким образом? Вы знаете, я вел программы на радио. Сейчас мы говорим в интернете, у меня есть интернет-радио. Интернет-радио дает возможность потенциально достичь аудиторию, собственно говоря, по всему миру. Если на Луне есть интернет, то мы, наверное, туда можем тоже попасть. Я, опять же, не говорю про астрал, вы меня, конечно, извините. Но я когда вел программы на радио, на живом радио, то у меня была некоммерческая, кстати, программа совершенно, и это было вообще-то непонятно никому. А для чего ты тогда делаешь? То есть даже человек, у него нет в голове других мыслей, особенно вот на нашей территории. Ну, если ты делаешь для чего-то, то надо же что-то получать. А мерило получение – это, естественно, материальное благо, ну, в размере, там, денег. Больше, меньше и так далее. Поэтому, скажем так, я когда вот эти все вещи делал, то я это делал только лишь потому, чтобы дать информацию. Поэтому я живу, и я знаю свою миссию, что самое интересное. Я знаю мою дарму, purpose of life, значит, мою цель. И сегодня я могу даже объяснить, как, что и почему. Могу очень просто сказать. Я действительно, вы видите, я рассказываю, кому-то это даже будет интересно. Почему? Потому что я в первой половине родился 30-го числа. Это означает, что я Юпитер. Тройка – это Юпитер. То есть я обладаю качествами, какими-то объяснять. В то же время в тех воплощениях я обладаю качествами другими. И вот я их использую. Во второй половине жизни, вот если бы я сейчас был учителем, это было бы для меня неправильно. Потому что, приведу пример замечательного фильма, который наверняка многие осмотрели. Думаю, даже люди молодого поколения доживем до понедельника. А в этом фильме Вячеслав Тихонов, он говорит директору, своему другу, «Ты отпусти меня в отпуск». Он говорит, «Ты чего, с ума сошел? Посреди учебного года. А кем я тебя заменю?» Он говорит, «Замени меня собой». Один факультет кончали исторически, да? А он говорит, «Послушай, ты когда это было?» И потом, я же сейчас уже давно не учитель. Я сейчас директор, я хозяйственник. Я вот достал парты, я счастлив». Понимаете, то есть человек понимает о том, что он прошел тот период, где он был учителем. Сейчас наступил другой период, и это его сегодня жизнь. И дай Бог вам, дорогие друзья, здоровья и мудрости разобраться в том, для чего вы сегодня в этой жизни предназначены, и как вам функционировать внутри ваших способностей. Поэтому, если брать вторую половину, сейчас не будем объяснять, как она вычисляется, то я единица. Единица – это что? Солнце. В первую очередь для меня это организация. Вы представляете, я приехал в Индию, я пообщался с астрологами. Ну, как бы я знал, что такое астрология, потому что астрономия – это астрономия, астрология – это воздействие на нас, на наш планет, вот планеты, которые на нас влияют. И вот мне сказали, ну, естественно, я задаю вопрос, а чем мне заниматься? Это извечный вопрос, который мучает очень и очень многих. Потому что даже если человек, как бы, занимается этим и знает, существует вероятность того, неважно какая вероятность того, о том, что он может находиться в мае, санскритское слово означает иллюзия, он может находиться в иллюзии всю свою жизнь, и быть вот абсолютно точно он уверен в том, что он делает правильно. Давайте мы проконсультируемся у тех людей, которые знают, подтвердят – здорово, нет, так вдруг вы ошиблись, извините, такое бывает. Так вот, я единица, а я тогда организатор. Я организатор вот этого процесса, который называется познание, я таким образом функционирую, ну, мне повезло, я просто там был, и я знаю. Вот поэтому, если кому-то будет интересно, мы побеседуем, нет вопросов. Мы можем организовать, я так полагаю, элементарно прямой эфир, пустить это в паблик, вот у меня завтра будет программа, Дамир ее имеет, я буду, так скажем, прямо вот в эфир. Любой человек на компьютере может зайти по этой ссылке и посмотреть, в общем-то, как это происходит у нас материальные какие-то, получение материальной платы, будем говорить так. Вот, поэтому, вот так бы я ответил. Михаил, благодарю. В любом случае, мы с нашими слушателями поделимся вашими сайтами, вашими контактами, которые будут под этим видео размещены. Обязательно знакомьтесь с Михаилом, знакомьтесь с его выпусками, знакомьтесь с людьми, с которыми, да, эти выпуски делаются. Я уверен, что наше сегодняшнее интервью не последнее. Будем общаться, дружить, заниматься этой темой дальше. Еще раз хочу искренне поблагодарить за очень интересную беседу, за очень важные, считаю, темы и вопросы, которые сегодня были озвучены. У нас разная аудитория, есть очень молодая, есть уже в возрасте, но так или иначе, каждый человек затрагивается вот этими одними и те же вопросами. Как найти свое предназначение, как разобраться в себе, как гармонизировать отношения с социумом, как решить какие-то, да, нужды, задачи, в том числе желания свои, которые у нас возникают. Как эти желания сгармонизировать с нуждами и стремлениями души. Будем стараться находить ответы на эти вопросы через наши беседы, через наши диалоги, через встречу с такими интересными людьми, как Михаил в том числе. И, Михаил, скажите, пожалуйста, напоследок для слушателей, ну, уже какие-то книги были озвучены, да, а может быть еще раз, и может быть какая-то еще появится. Две книги, которые можно посоветовать на пути своего духовного роста. И я последний вопрос еще потом задам. Дамир, а можно больше, чем две? Пожалуйста, конечно. Да? Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что есть очень реализованные личности. Они известны, там, скажем, там, большому кругу людей, мировые величины. Вот они могут дать одну книгу, единственную, две книги. Самая главная книга, на самом деле, очень просто. Это слово Божье. То ли это будет Библия, то ли это будет Ведой, то ли это будет Тора, то ли это будет Коран. Это самая главная книга. Потому что, ну, мы берем оригинал, мы не берем какие-то искажения, мы не берем переписывания, много раз все переписывалось. Поэтому это самая главная книга. Но я сейчас не о них. Это книга, которая, Божье слово, это то, к чему мы должны стремиться. И вот как в этом образовании восточном, но главное Бог, несмотря на то, что мы специалисты в этой материальной жизни, то здесь та же самая ситуация. Все-таки дойти до этого, и это надо, естественно, читать, желательно. Не надо, желательно. Надо, это сложно. Какие книги, допустим, я. Первая книга, я поехал в Индию, я взял ту самую Багавадгитова, которую я упоминал. Дальше я начал проходить дальше. Но еще раз, она непростая книга. Непростая для понимания вообще, о чем идет речь. То есть это, опять же, какая-то принадлежность чему-то. Ну, не все, скажем так. Хотя это, как для многих будет, может быть, не странно. Это книга, которая единственная книга, переведенная на такое огромное количество языков, и столько раз она издана и переиздана. Это единственная книга в мире. Нет других таких книг, которые столько раз бы издавались, и на такое количество языков были переведены каким-то образом. Ну, вот, наверное, в этом есть все-таки, как говорится, сермязная правда. Поэтому это была моя книга. Дальше я бы что мог сказать. Значит, есть книга, которую, наверное, тоже многие знают. Она называется «Золотая ветвь» Фрейзера. Там есть, скажем так, много книг. Ну, как бы можно было их читать. Тоже книга очень непростая и очень сложная. Третья книга – это «Духовный войн». Вот тема нашей духовного – Джан Фейворс. Он пришел на эту землю в черном теле, и он очень реализованная личность. Безусловно, многие знают. Повторяю еще раз, это тоже сложная книга. А самая простая и очень-очень легко читаемая, о которой наверняка многие, скажем, может, и не знают, книга, был поставлен фильм по этой книге. Она называется так – «The Way of Peaceful Warrior» – «Путь мирного воина». И по ней был поставлен фильм. Я рекомендую фильм. Может, тоже надо посмотреть, но там очень много нету, подтекста нету. Фильм – это «Суррогат». Написал эту книгу Дэн Миллман. И он написал много книг. Кстати, там есть, потом, если вы захотите почитать другие книги, там есть, вообще-то говоря, о русском мальчике. Хотя американский автор почему-то вот он писал о русском мальчике. И вот эти реализации, она очень интересна. И это путь воина. То есть наша жизнь – это не война. Но это… Человек должен быть своего рода воином, который должен сражаться с теми препятствиями, которые каждый раз возникают на его пути. Сражаться условно, сражаться по-разному, каждый для себя определяет. Но это путь становления. В этой книге это очень интересно описывается. Еще раз. «The Way of Peaceful Warrior», кто на английском языке, кто на русском языке, «Путь мирного война». Она есть в электронных библиотеках. Я сам ее имею на русском, на английском, естественно, языке. Поэтому рекомендую почитать. Ну, как-то она легко читается. Очень легко и очень интересно. Вот так бы я ответил. Благодарю за рекомендации. Я думаю, достаточно, да, будет легко найти эти книги. Они достаточно известны. Если что, то обязательно пишите в комментариях к этому видео. Также мы ссылки можем добавить, либо помочь с поиском этих книг. Михаил, скажите, пожалуйста, в завершении нашего разговора, возможно, какой-то совет, рекомендации, афоризм, либо притча для всех слушателей. Ну, на самом деле, будем совсем короткие, я уже об этом говорил, я повторю. Человек, предназначение любого человека – это быть счастливым. Ну, это и есть притча, это и есть афоризм, там других вариантов нет. Это самое главное. Это и есть то, что люди, к чему они должны стремиться. Но для этого, это уже как бы я написал свое, вот в скайпе у меня написано мое, так скажем, мемо, а для этого надо знать свое предназначение. Ну, вот такой, скажем так, если можно сказать, афоризм от меня. Благодарю, благодарю, Михаил. Еще раз всех слушателей также приглашаем к следующим нашим разговорам. Обязательно задавайте вопросы под этим видео, если они у вас возникают. Те вопросы, которые бы вы хотели обсудить с Михаилом. И эти вопросы мы учтем при следующих наших разговорах, о которых мы договоримся, обязательно постараемся подготовить, да, какие-то интересные встречи, мероприятия организовать. В такой непринужденной обстановке, понимая, что не нужно вдаваться в какие-то крайности, да, не нужно говорить, что что-то одно верно, что что-то вот только это. Мне очень искренне, очень нравится, Михаил, общаться с тобой, вот, вести этот диалог, потому что также чувствую очень сильную энергию в этом, сильную возможность. Я уверен, что наши действия, наше дело также для нас самих откроют что-то новое и важное, да, друг для друга. И также, если мы можем поделиться этим с другими, какой-то позитивный посыл у других людей в жизни также появится от тех действий, которые мы с вами делаем. Еще раз искренне благодарю, прощаемся с нашими слушателями, до встречи на следующих интервью, следите за нашими новостями и обязательно переходите на сайт Михаила и подписывайтесь на его новости и слушайте также и другие встречи, которые проводит уже Михаил. Спасибо, Дамир, большое. Дорогие друзья, спасибо вам о том, что вы пока незримо участвовали в нашей программе. Энергия чувствуется и очень серьезная. Я буду очень рад, если каким-то образом я смогу с помощью той информации, которую я лично владею или которой я и просто имею, поделиться с вами. Я очень рад о том, что у нас осталась такая встреча с Дамиром Мироновым, и я благодарен этой возможности, что нас судьба каким-то образом познакомила, потому что то, что делает Дамир, это достойно уважения, всяческого уважения, похвалы, и это то, к чему мы должны все стремиться. Сейчас много чего открыто, и есть возможности для наших реализаций, и если мы все, так скажем, будем на одной волне, это поможет. Это поможет нам всем, это поможет каждому в отдельности, это поможет нашей планете. Как бы не высокопарно это все звучало, это правда. Тем более, что мы вступили в мини-сатью-югу внутри вот этого века, кали-юга, и это мини-сатью-юга, это путь духовный, это путь духовный, и очень-очень многие добьются на этом пути серьезной реализации. Так что я рад принять участие. Еще раз спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»